Новое поколение автоматической трансмиссии F4A41 и F4A42 в комбинации с прогрессивным методом контроля представляет собой систему, которая стала новой вехой в производстве автоматических коробок передач. Инвекс 2 Особенностью этой абсолютно новой электронной системы является способность комбинировать преимущества обычной автоматической трансмиссии с достоинствами механической трансмиссии. Она более не затрудняет водителя необходимость выбора передач и в то же время позволяет использовать индивидуальный стиль вождения каждого человека. Инвекс 2 выбирает наилучший порядок переключения передач для различных условий движения. Для этого система постоянно отслеживает величину открытия дроссельной заслонки, нажатия на педаль тормоза, угол поворота рулевого колеса и скорость автомобиля. Затем система сравнивает эти данные с теми, которые хранятся в ее памяти для различных условий движения и выбирает наилучший порядок переключения передач. Например, обычная автоматическая трансмиссия не будет понижать передачу с увеличением скорости автомобиля при его движении под гору. В такой же ситуации, используя имеющиеся данные, Инвекс 2 сам понизит передач и, таким образом, скорость автомобиля, используя сопротивление двигателя. Кроме такого оптимального выбора передачи, Инвекс постоянно анализирует стиль вождения управляющей автомобилем и добавляет полученные данные к программе контроля для ее адаптации под индивидуальный стиль конкретного водителя. Эта система адаптированного контроля постоянно записывает в свою память то, как водитель нажимает на педаль акселератора, тормозит и поворачивает во время движения, и адаптирует программу переключения передач под этого водителя. Если, например, водитель часто начинает нажимать на педаль тормоза, система Инвекс плавно адаптируется под осторожность стиль езды и автоматически понизит передачу для торможения двигателя при движении под гору. Во время разгона она будет переключать передачи как можно раньше, для того, чтобы обеспечить комфорт при езде. При более спортивной манере езды, когда водитель, например, редко нажимает на педаль тормоза, система Инвекс не будет понижать передачу и, соответственно, двигатель не будет тормозить автомобиль слишком сильно. Время ускорения она будет переключать передачи как можно позже, до максимального использования мощности двигателя. Даже если водитель использует различные стили вождения, или различные водители используют автомобиль, Инвекс будет быстро адаптироваться в течение всего нескольких переключений к новому стилю езды. Время ускорения Тем не менее, в основном, новая коробка передач использует такие же системы, как и другие, устанавливаемые на других моделях Mitsubishi. Отдельного внимания заслужит механизм контроля рывков при включении передач, который достигается путем организации прямой связи между блоком контроля автоматической коробки передач и блоком контроля двигателя. Нет более кнопки отключения режима overdrive. Вместо нее может быть выбран режим 3. Режим hold может быть выбран с помощью дополнительного включателя. Для того, чтобы обеспечить работу на трансмиссии на высоких оборотах, был адаптирован гидравлический регулирующий механизм в приводах фрикционных блоков. Давление жидкости, возникающее в нерабочем состоянии под действием сентробежной силы с обеих сторон поршня, одинаковое, и поэтому нейтрализует само себя. Кроме обычного наружного масляного фильтра, который может быть легко заменен, применена новая жидкость для автоматических трансмиссий от EFSP2, с которой интервал при нормальной эксплуатации был удвоен. В новой трансмиссии применены ленточный тормоз и одностороннее осыпление. Один электромагнитный клапан использован для каждого фрикционного блока. Грутящий момент передается посредством трех фрикционных блоков, так называемых сцеплений, двух фрикционных блоков, так называемых тормозов, и двух планетарных передач. Во время включения давления жидкости в соответствующих приводах сцеплений и тормозов создается одновременно, что обеспечит плавное, четкое и быстрое переключение передач. Все каналы сброса давления жидкости от клапанов были соединены в одну макестраль, находящуюся над клапанами. Обратный клапан был помещен на конце этой макестраль. Это предотвращает вытекание жидкости из блока клапанов и механизмов привода сцеплений и тормозов во время неработающего двигателя. Блок клапанов был размещен сбоку для снижения высоты трансмиссии. В случае, если возникает неисправность, связанная с электронным управлением, вторая и третья передачи, а также задняя будут продолжать работать. При более серьезной неисправности только третья и задняя передачи будут работать. При положении рычага переключения передач в R, задняя передача включится только когда скорость автомобиля будет меньше 7 км в час. В положении D, лампочка нейтральной передачи на щитке прибора будет мигать с интервалом в одну секунду, если обнаружена неисправность в трансмиссии. Лампочка нейтральной передачи также показывает другую неисправность. Она будет мигать дважды в секунду, если температура жидкости в автоматической трансмиссии станет слишком высокой. До 8 обычных диагностических кодов и 3 аварийных кодов отказов могут быть сохранены в памяти электронного блока управления автоматической трансмиссией. Для того, чтобы предотвратить сохранение в памяти слишком большого количества мелких отказов, все коды отказа будут стерты, если температура жидкости в АКПП достигнет 50 градусов по Цельсию более чем 200 раз. Однако, если новая неисправность будет обнаружена в этот период, все коды будут сохранены. Диагностические коды могут быть также стерты с помощью МОД-2. Коды стираются таким же путем, как и на других моделях. Продолжение следует... Продолжение следует... Для проверки стандартного алгоритма переключения передач во время тест-драйва, INVEX-2 может быть отключен с помощью сигнала с МОД-2, что является дополнительной функцией в МОД-2. Индекс-2 может быть активирован снова после тест-драйва путем включения и выключения опять зажигания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...